Синтеза карбоновых кислот И осталось нам разобрать только два метода синтеза карбоновых кислот и их производных, выделенные желтым шрифтом Синтеза с малоновым эфиром и синтеза с ацетоксным эфиром у нас будут, очевидно, во вторник И тогда мы эту всю таблицу можем закрыть примерами То, что написано белым текстом, мы знаем, и то, что мы разобрали вчера Метод Арнта Эйстерта, реакция Байера-Виллигера, гидролиз всяких производных Вот я их все в пункт 3 объединил Гидролиз нитрилов и всех-всех производных, хворонгидридов, ангидридов, эфиров Это мы все разобрали Ну и последнее с этой таблицы хочу обратить внимание Что? Вот галоформная реакция, все помнят? Отличный метод синтеза Причем Напомню Вот если взять такое соединение Поднимите сразу руку, кто знает, как его получить сходу просто Вопрос на 4 с минусом Хорошо Значит, кто не поднял руку, напоминаю Это окись мезетила Тривиальное название продукта конденсации Одной молекулы ацетона и другой молекулы ацетона Продукт, естественно, кротоновой конденсации То есть получается вот на раз Да? Легко То есть даже думать не надо И вот смотрите Если провести с ним галоформную реакцию Значит, это у нас будет там, допустим, йод-2, запятая натрий-ОН То Мы проедируем, естественно, эту группу метильную Получится здесь С-Йод-3 С-Йод-3 уйдет И получится кислота И главный смысл, почему я это сейчас вам напоминаю Показать, что галоформная реакция в синтезе кислот не трогает двойные связи Пожалуйста Пользуйтесь Так, вот С-О-О-Х И поэтому, если вы просто пишете вот это уравнение И не напишите главного, что не трогает двойную связь То будет через месяц или через неделю Или как замен Непонятно, зачем это уравнение здесь есть А если написан комментарий, я стараюсь на эти комментарии делать акценты И, соответственно, старайтесь их записывать Теперь нитрилы Синтез Значит, нитрилы Получаются из Р, допустим, йод или бром Алкилгалогенидов Плюс натрий СН Или калий СН Растворитель хороший для этого Диметилформамид Нагревание Реакция Обычная такая Классическая реакция СН2 И получается Р, С, Н Это вы, в общем-то, уже знаете По прошлому году Но сейчас я вам скажу такую вещь Что анион СН Это амбидентный анион И он, собственно, амбидентность его возникает, когда он в виде аниона Если вы возьмете H, С, Н То в H, С, Н Это не анион, это кислота Здесь нуклеофильный центр только один азот А углерод никакой не нуклеофил Ну, так же, как в H, C, C, H, да Углерод не нуклеофил до тех пор, пока здесь не получился анион Когда получился анион Здесь нуклеофилом является и углерод, и азот У азота есть пара, ну, как и в исходной молекуле И, в принципе, он может реагировать по двум центрам По С и по Н Значит, слово амбидентный анион напишите сами Наверное, слово-то вам знакомо еще чуть ли не с первого курса Правда? Правда Вот У нас были какие-нибудь амбидентные анионы до этого? Вот вижу, да, вы даже не прошептали Но я вижу, что хотели сказать, что Е0-ты, правда? Е0-ты И вы помните, что, значит, если мы напишем Сравнить с CH2CO-CH3 Для которого удобно нарисовать предельную структуру CH2CO-CH3 Значит, давайте их сравним Значит, я говорил в прошлом семестре, что Большая часть электронной плотности на кислороде Как более электроотрицательным, но более нуклеофильным является углерод Здесь, в общем-то, насчет электронной плотности в анионе Я вот не могу сказать, что прям вот большая часть на азоте Ну, она немного большая на азоте Но то, что нуклеофилом почти во всех случаях является углерод, это факт Нуклеофил углерод Причем он мягкий В кавычках М А это жесткий В кавычках Ну, чтобы от М и Ж отличить как-то, я не знаю Вот Но осталось мне привести реакцию, где азот будет реагировать Сейчас я вам ее приведу Р, й, плюс аргентум С, Н Получается Р, Н, С Реакция по азоту По Н Он получается, правда, в виде комплекса с аргентум С, Н Комплекс Ну, а комплекс потом разрушается Там, выливаете куда-то там Ну, хоть в H3O Плюс И получаете чистый изонитрил Значит, изонитрилы Изомеры Нитрилов Сколько Электронов У углерода У углерода здесь Шесть электронов И Опять же Сравнить С С О Это аналог как бы окиси углерода Окиси углерода Ее даже рисуют не так А часто ее рисуют вот так вот Чтобы сделать На Здесь стрелочка обоида остра Сделать на углероде актет Здесь тоже тогда актет Минус Вот И, соответственно, изонитрилы Они Часто И И Используются в комплексах Как аналоги окиси углерода Ну, и вот Пример, почему получается Вопрос, а почему, собственно, здесь получается так Значит За счет того, что Имеет место Координация Вот такое объяснили За счет того, что здесь Имеет место Координация Йода с серебром Разрыхляется Вот эта вот связь И происходит Сдвиг Реакции От СН2 В СН1 Область Почему я не могу сказать Дельта плюс Более Более Нейтрилов У нас через месяц Экзамен Вот на это Это нукле Это нуклеофил Значит, наверное, более сильное Ацелирующее средство Будет Ацелировать этот нуклеофил И давать более Слабое Ацелирующее средство НН ННР2 Вот эти соединения Называются Амедины Напишите Амедины Амедины Они чем-то похожи Значит, подписали Амедина Сравнить С Вот таким соединением Сравнить это и это Кто знает, что это за соединение Просто руку поднимите Это хорошо, что никто не знает Значит, я вам скажу что-то новое Это гуанидин Это как бы такой Именно аналог Мочевины И Он знаменит в органической химии тем Что это одно из самых сильных Органических оснований В органической химии Очень сильное основание Гуанидин Производная Какой кислоты гуанидин Если так посмотреть внимательно Угольный Угольный кто-то сказал Очень хорошо Производная угольная кислота Почему он сильное основание Потому что Когда Он хватает протон Получается Симметричная структура Где плюс Девокализован 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 По всем вот этим Трем связям Ну Я одну только Предельную структуру Напишу NH2 Плюс NH2 H2N Это одна из предельных структур Плюс размазан Чем больше Размазан заряд Тем обычно Такая молекула Более стабильна А медины Содержит только Два Атома азота Они более слабые основания Но все равно Достаточно хорошие Вот я вам сейчас Напишу формулу Ц Н Так Раз Два Три Четыре Пять И теперь Раз Два Три И шесть Вот смотрите Я вам написал формулу Такого циклического соединения Здесь всего Девять атомов Называется такое соединение Девять Диаза 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 Это значит, что два атома азота Диаза Это значит, что два атома азота Входят в состав цикла Поэтому здесь суффикс А, а не О Диаза Бицикла Нонен Потому что всего девять атомов Есть двойная связь Это вот не двойная связь Это так Вот Диаза Бицикла Нонен Или Д Б Н Очень хорошее Сильное основание Органическое Абсолютно Ненуклеофильное И наверняка Мог тот уже столкнуться А так будете в органике работать Там на медхимии Там Где еще На ХПС Может быть с ним столкнетесь Сильное основание Диаза Бицикландецен ДБУ Это тогда, когда здесь Не шестичленное кольцо А соответственно Будет восьмичленное кольцо Диаза Бицикландецен Так А не амидины Восстановление нитрилов Когда вамины А когда вальдегиды Напоминаю Только на словах Не пишу Полное восстановление Нитрилов Вамины Происходит С чем С литий-алюминиегидридом Не, вы вчера были Намного отзывчивее Частичное Протекает Со слабым Алюмогидридом Ослабленным спиртом Ослабленным алкоголем Так можно сказать С дебалом Аш Тогда можно получить Из нитрилов Альдегиды Реакция Риттера Давайте А давайте сейчас Рассмотрим реакцию Риттера Если взять Третбутил ОН Плюс ХЦН Плюс Х2СО4 Конс Или Можно взять здесь Р штрих ЦН То Это у нас будет способ Значит Три стрелочки Обозначают Несколько стадий Это способ синтеза Третбутиламина Это реакция Риттера Что тут происходит Если вы видите Третбутиловый спирт И серную кислоту Ну даже не думая Там должен быть Третбутильный катион Правда? Третбутил Катион Третбутил Катион Видит Что там Самому с собой Можно конечно Пореагировать Серной кислотой Ему делать нечего Но тут есть АшЦН Синильная кислота Где есть Единственный Нуклеофильный центр Это Атом Азота Потому что Здесь диссоциации нет А здесь Только остается Атом азота И он Со всем своим плюсом Атакует Атом азота Получается Третбутил Н Плюс Так С Х Вот такая частица Для которой можно написать Резонансную структуру Вот такую Третбутил Н С Плюс H Такой Делокализованный Катион Долго не живет Он присоединяет Воду Которая там есть Естественно По углероду А не по азоту А почему не по азоту Все видят Или может тоже Никто не видит Ну почему Гидроксил Не может атаковать азот Не гидроксил А там Вода Ну 4 связи Есть уже здесь Куда еще Ему Атаковать Значит получается Третбутил Н С О H H Двойная связь Да Минус H Значит пришла вода Плюс H2O Минус H Да Получилось вот это В квадратной скобочке Обводим Протон сюда смещаем Получаем Получаем Третбутил NH CO H Все должны Я вижу Уже спрашивать вас Диалог вести бесполезно Значит Третбутиламид Муравьиной кислоты В этой же кислой среде Его можно Прогидролизовать дальше Гидролиз Получится Третбутиламин И конечно В кислой среде В виде соли Получится Вот Обращаю внимание Что Почему я эту реакцию даю Хотя вот она так Некоторые говорят Ну вот зачем Реакция ритра Объясняю Смотрите Первое Это способ синтеза Третбутиламина Который Невозможно Получить Реакции СН1 Из Третбутилхлорида И Там Какого-нибудь Азотного Нуклеофила Согласны? Согласны Первое Второе Это Реакция Электрофила В данном случае Катиона С H ЦН Не диссоцированный Здесь единственный центр Нуклеофильный Это азот Поэтому она Вот мне кажется Эта реакция любопытна Можете Потом будут у нас Методы синтеза Аминов Значит она там будет тоже Изонитрилы Значит Изонитрилы Токсичные соединения Вот то что я сейчас скажу Я вам честно скажу Изонитрилов По-моему В моем потоке Нет в билетах Вот Потому что В нашей программе Есть много другого Материала Намного более Более ценного О котором можно поговорить На экзамен Чем говорить Там об изонитрилах Но Тем не менее У нас Поскольку Я не натаскиваю вас К экзамену Вот Это надо знать Это не надо А я вам рассказываю В общем О Органической химии Немножко поговорим Об изонитрилах Значит Изонитрилы Токсичные соединения Обладают Очень часто Отвратительным Тошнотворным Запахом Я бы сравнил Значит Запах Фенил изонитрила Ну С запахом Рвотных масс Вот он Так Может быть Или Второе Тут у нас Нет Студентов Из Азии Значит Вот китайская водка Вот она На мой взгляд Тоже пахнет Изонитрилами Хотя там их нет Но очень напоминает Очень специфическая водка У них там Кто хочет понюхать Фенил изонитрил Значит Нет Это вот настоящие химики Они Значит Немножко понюхать Можно Значит Это делается Очень просто Есть такая Изонитрильная проба На первичные амины То есть Раньше Так определяли Наличие первичных аминов По запаху То есть Это Как бы нормально Да Значит Надо взять Фенил NH2 Первичный амин Плюс CH Хлор 3 Плюс Калий OH Значит Это все Как бы реагент На первичные амины Да Я только забыл уже Что там получится Если калий OH С хлороформом Там Дихлоркарбен Во 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 Вот это мне больше нравится Дихлоркарбен Дихлоркарбен Электрофил У него пустое место Он атакует Пару на азоте Получается Фенил NH H H C Хлор Хлор Плюс Один H-хлор отщепился Второй H-хлор отщепился Получился Фенил N C Значит Смешали Попросили Приметать Хочу сделать Фенил Извинительную пробу И вообще Дело в том Что химик Он должен Всякую токсичную дрянь По запаху Вообще чувствовать Потому что Ну мало ли что У вас там В реакции Выделяется И если что-то Такое неприятное То это сигнал Химик Который не различает Запахи И это как бы Для него Не очень хорошо Поэтому Значит Просите преподавить Хочу сделать Фенилезонитрильную пробу Естественно Под тягой Смешали Аккуратненько Понюхали И потом Значит Вылили в щелочь Там и все Так Свойства Изонитрилов Значит Изонитрильная проба Аналогия С СО Реакция С галогенами С серой С водой Значит R N C Значит Особенность Реакции Такова Что когда Реагируют С серой С нуклеофилами То Нуклеофил Обычно Он содержит Нуклеофил Плюс Там Какой-то Остаток Там Я не знаю Как его обозначить Ну Электрофильную часть Вот Сначала И нуклеофил И электрофил Атакуют Углерод А потом Если может Произойти Перегруппировка Оба На углерод А потом Если может Произойти Перегруппировка Там Ено Там Во что-нибудь Вамин То Она происходит Ну Например Ну вот Написано С аминами Дают Амидины Р Р Два Н Аш Р Н Ц Да Н Р Два Аш Вот вам Амидин Получился С амином И так далее Ну С водой Формамиды будут О Аш Соответственно Аш Формамида Ну Когда здесь будет Ох Аш Вот тут И как раз Надо будет Провести Н Ц О Аш Аш Это с водой Аш Два О Это уже лишнее у меня Ну здесь что надо Протон сюда вернуть Вот вам будет Формамид Первичный Вторичный вернее Вторичный Здесь Р есть Ну и так далее А с серой Это вообще легко Сера Р Н Ц С Это Называется Алкил Изотиоцианаты Вчера у нас были Изотиоцианаты А здесь серы Алкил Изотиоцианаты Они используются Кстати При В химии Природных соединениях Там всякие Синтезы пептидов Анализ пептидов Там Ну широко Используются Они удобные Для синтеза Соединения Вот Ну мне кажется Я и так Изонитриум Посвятил Много Времени Непредельные кислоты Значит Из всех Непредельных кислот Самыми важными Для нас Являются Альфа Бета Непредельные кислоты Р Ц Х Ц Х Ц О О Х И Их Производная Значит Давайте Обсудим методы Их синтеза Есть 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 Пять Именных Реакций Прописью Пять Именных Реакций С помощью которых Да, вы правильно Туда смотрите С помощью которых Только здесь Вместо реакции Реформация Вот написано СБТОКСИКИСЛОТ Но сейчас Я это исправлю С помощью которых Можно получить Непредельные кислоты Их производные Напишите Первое Виттиг Я прав, что Я не буду Сейчас писать Реакцию Виттига На доске Прав Так Перкин Я давал вам Конденсацию Перкина Вот Ну наконец-то Ну вот Проснулись Очень хорошо Я вам давал Реакцию Кновенагеля Кто говорит Что давал Это может быть Вам Валентин Георгиевич Давал Я не давал Я не давал Значит Реакция Кновенагеля Записали Если взять СОО Этил А здесь СОО Этил Или Здесь ЦН Группа Очень популярная Две электронно-акцепторные группы У метиленовой группы Значит Это Подвижные Довольно ЦН Связи Если Это вот так Вот это Малоновый эфир Если ЦН То это Эфир ЦН Уксусной кислоты Плюс Или даже Р С О H С О H И катализатор Может быть Либо Ну хороший катализатор Пеперидин Или Пиридин Иногда Комбинации Бывают С Титан Хвор 4 Еще дополнительно Там Чтобы усилить Это все катализаторы Катализаторы Как вы видите Основные Значит Что здесь происходит Здесь происходит Конденсация Кротонового Типа И получается Ну предположим Фенил CH C COO Этил Мне тоже непросто Сегодня Знаете Каких усилий Мне стоит Чтобы этот Мел Писал Так Или так COO Этил Вот продукт Конденсации Кновенагеля Синтез Альфа-бета Непредельной Кислоты На что Эта реакция Может быть Похожа С надеждой Смотрю На одного На что Нет Не угадали Вы хотели угадать На реакцию Манниха Она немножко Похожа Только в реакции Манниха Там что берется Там берется Сравнить С Маннихом Там берется CH2O Там берется R2NH Там берется Карбонильное Соединение И там Получается Ну вот Я сейчас напишу Какой-нибудь Продукт реакции Манниха CH2NR2 То есть Там вот это Вот как бы Компонента Карбонильное К Кар К Это Метиленовая Метиленовая Компонента И там Только формальдегид И там Идет Это все Через Вот такую Частицу CH2N Метил2 С плюсом Вот А здесь Реакция идет По-другому Значит здесь Более кислотным Сильно кислотным Соединением Является Диэтиловый эфир Малоновой кислоты Можно брать Любые Альдегиды И иногда даже Пеперидин Не обязательно брать Можно Пеперидином Обойтись То есть Там Вот такого Не получается Никаким образом Это был Кновенагель Хек А вот Про Хека Я точно Честно Хочу спросить Я вам рассказывал Про реакцию Хека Потому что Я мог Мельком Рассказывать В начале Осеннего Семестра Потому что Вообще Реакция Хека Это реакция Катализируемая Комплексом Палладия Про нее Вам будет Подробнейшим Образом Рассказывать Андрей Владимирович Чепраков Но Сейчас Я просто Ее напишу Без механизма Чтобы она была А механизм Что там И как происходит Это все Чепраков Значит Если взять Орил Едит Например Можно Бромид Плюс CH2 CH CO Допустим О Этил Основание Бейс Бейс Это может быть Р3Н Ну 3-тиламин Это может быть Калий 2-СО3 Это может быть Какой-нибудь Фосфат Калия Калий 3-ПО4 Там Очень широкий выбор И от выбора Основания Часто очень сильно Зависит Как реакция идет И самое главное Бейс Павадивый катализатор То происходит Следующее Орил CHCH CHCH CHCO COO Этил Формально Если бы Если бы это Ну Взрослый бы человек Нормально Не написал бы Вот А вот Хек Эту реакцию Ну Не только он Не сразу Не сразу Не сразу В этом варианте В общем Открытие Этой реакции Произошло Где-то в конце 60-х годов В начале 70-х А недавно Вот в 11-м году За открытие Вот этих реакций В том числе Хеку Дали Нобелевскую Премию 4 Значит Реакция Хека Механизм Божий И наконец Реакция Реформатского Реакция Реформатского Из бета Оксики Свод Это Собственно Вот мы Так Сделаем Сейчас Если Мы Напишем R C R CH3 CH3 COH CH2 COOH Ну пусть Мы взяли Вот бета Гидрокси Или бета Окси Вообще Правильнее Бета Гидрокси По номенклатуре Бета Гидрокси Кислота Если ее Нагреть Отщепляется Вода И получается CH3 CH3 C CH CO OH Так С валентностью Вроде ничего не забыл И Весь вопрос в том Как получается Вот это А вот это Получается Вот как Берут Ацетон Ну углерод Ну давайте Напишу углерод Берут Допустим Бром Уксусный Эфир Ну эфир Надо взять Потому что сейчас Мы будем Это все Обрабатывать Цинковой пылью Цинковая пыль И получается Первая Цинковая пыль Второе Развожение Кислотой Слабенькой Получается 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 Вот это Вот Принимаем Что у нас И гидролиз происходит И этильная группа Уходит И тогда все Получается Карбоксильная группа Значит Что здесь Ну посмотрите 30 секунд Как вы думаете Как эта реакция идет Цинковая пыль Что в голову вам приходит Бром Эфир На гриньяр Похоже Да Похоже Совершенно верно Похоже на гриньяр И запомнить Легче Именно так Что похоже На гриньяр Но На самом деле Недавно Было показано Что она идет Не через гриньяр А я вам сейчас напишу И вы тоже поймете Что это Немножко труднее Запомнить Но все равно Можно То есть Вы думали И я Так долго думал Много лет Что реакция идет Вот через это Соединение Пока не прочитал Что она на самом деле Идет На самом Деле Через вот такое Соединение CH2 CO Цинк Бром О Этил Вот Через это Чем они отличаются? Да Это Е0 Цинка В е0 Форме А это Тоже можно назвать Е0 Цинка Но вот Связанная По углероду То есть Это дело в том Только в том Что Цинк связан с кислородом Ему так Комфортнее Вот И тогда Эта реакция Ничем не отличается Собственно От конденсации Альдольного типа Согласны? Значит Мы сто раз писали Альдольную конденсацию А теперь Я могу Вы это знаете Особенности Свойств Непредельных Кислот В зависимости От положения Двойной связи Относительно Карбоксильной Или сложной Эфирной Группы Ну Для нас Самыми главными Непредельными Кислотами Я уже говорил Об этом На первом Часе Являются Альфа Бета Непредельные Если Вы меня Спросите Ну а что Вот это Альфа Это бета А если Бета Гамма Непредельные То Там Про них Можете Что-нибудь Сказать? Могу Альфа Бета Гамма Как вы думаете Что произойдет Если на Бета Гамма Непредельную Кислоту Замесить ее С каким-нибудь Основанием Ну можно Но только так Чтобы не Прогидролизовалась Сложная Эфирная Группа Ну Калий 20 3 Например И погреть Что будет Как вы думаете Не зря же Я написал Здесь уже Стрелочку Произойдет Миграция Двойной связи Сюда Потому что Оторвался Протон Пришла Пара Сюда Двойная Связь Сюда Присоединился Протон Присутствие Основания Миграция Двойной Связи А почему В эту Сторону Миграция Я думаю Каждый Мне ответит Совершенно Верно Совершенно Верно Потому что Сопряженные Кратные связи Это всегда Более выгодно Чем Несопряженные Вот Почему Альфа-бета Непредельные И кроме того Альфа-бета Непредельные Они Очень хорошо Присоединяют Нуклеофилы И присоединяют Таким образом Что Нуклеофил Идет сюда А Водород Пойдет сюда И получится Что у нас Р Ц Х 2 Ц Ну Ц Х 2 Ц О О А Если Нуклеофил Аж Это Ну Это Азотный Нуклеофил Допустим Р Н Аж 2 Ну Например Или Аж 2 О Тоже В Щевочных Условиях Тоже И Аж 2 О Или Алкоголят Р О Аж О Аж В Щевочных Условиях То Это Присоединение Может быть В общем Случай Обратимым И Поважение Равновесия Зависит От Того От Температуры Кстати Повышение Температуры Смещает Равновесие Больше В сторону Элиминирования Образования Двойной Связи При более Высокой Температуре Системы Стремятся В общем-то Разделиться На какие-нибудь Там Составные Части Вот Низкая Температура Сюда Значит Избыток Нуклеофила Если Присоединяется Нуклеофил Углеродный Например Е0 Ну Или А пусть Будет Значит Ладно Присоединим Вот что Присоединим Е0 Я думаю Я имею право Его написать Вот сегодня Мы говорили Про Малоновый эфир Когда здесь CH2 Был Ну Кислотность Довольно Высокая В малоновом эфире Давайте Я ее сразу Обозначу CH2 COO Этил COO Этил ПК А Равно 13 Кто помнит Какая у спирта У воды Какая 16 Да У спирта Там Ну где-то 18 17 Я Говорил уже Что У спирта Берете разные источники Получаете разные цифры Немножко Это зависит от того Как мерят Как измеряли Можно мерить спирт В спирте Можно спирт В ДМСО Будут немножко Разные цифры Но тенденция Всегда будет Более-менее Однозначная Вот Только если мы Присоединяем Натор Малоновый эфир То у нас Здесь не должно быть Конечно Подвижного водорода Тогда должен быть О Этил Иначе Это бессмыслица Какая-то получается И получится R CH2 C CH Этил О О С COO Этил H 4 CH2 COO Этил Когда мы Присоединяем Когда мы будем Присоединять Натор Малоновый эфир У нас все равно Где-то должен быть Источник Протона Да хоть спирт Какой-нибудь Да хоть Свободный Малоновый эфир Который там Образуется Который Образующийся Анион Тут же закроет Протоном Надо обязательно Если у нас Нечем будет Заменить Здесь натрий Присоединение Не пойдет Только Если мы Закроем Анион Протоном Пойдет Присоединение И то и другое Называется Присоединением По Михаэлю Первоначально Первоначально Михаэль Открыл По-английски Кстати Не Михаэль Звучит Михаэль По-немецки А по-английски Это называется Майкл Одишн Вот Первоначально Свойство Альфа-бета Непредельных Кислот Значит Вот здесь Есть такая деталь Образование Вактонов Оливуксная Кислота Это частный Случай Мы Можем От него Отказаться Я только Хочу Напомнить Вам одну Как сюда Будет присоединяться Ажбром По-марковникову Или против Против Все точно Помнят Что против Поднимите руку Кто помнит Что против Так Не все Не все Ну я надеюсь Теперь вы уже Вспомнили Против Правила Морковникова И В принципе Если Присоединять Не ажбром Который Сильный Кислота А какую-нибудь Кислоту Послабей Ну тот же Самый Спирт То Спирт Кислота Кислота Здесь уже Надо основание Основание Это будет Уже Присоединение Нуклеофила Первым Присоединение Нуклеофила Алкоголята Вот Но формальный Результат Будет такой же Водород Идет Сюда А нуклеофил Идет сюда Так Значит Ажбром Против Морковника Это Фактически Повторение Дикарбоновые Кислоты Я Сейчас Вам Нарисую Одну Вещь Которую Я Не нарисовал Вовремя На Самой Первой Лекции Я Я Я Я Сейчас Этот Пробел Восполню Вот Уксусная Кислота Карбоновые Кислоты В растворах Представляют Представляют из себя Димеры В парах Тоже Димеры Кстати Вода В парах Тоже Часто Видит Димеры Это Вы знаете Кто Этого Не знал А вот Туман Видели Туман Когда-нибудь Это Пары воды Почему Он Внизу Садится Там Сначала Димеры Потом Какие-то Более Сложные Образования Потом Капельки Но сначала Димеры Он Садится Вниз Вот Конечно Димер Не виден Воды Видны Уже Более Крупные Капельки И еще Что я не сказал Вот Чтобы Закончить С этим Гибридизация Все видят Какая Все видят Ну Еще бы На первом Еще бы Вы не видели На первом Ряду Конечно СП-2 Кто Даже Знает И уверен Что СП-2 Ну Что нам Это Рассказывать Все равно Напишите СП-2 Для того Чтобы Это Как бы Ну И Соответственно Угол Около 120 Градусов Около 120 Там Разница Для Обычных Карбоновых Кислот 2-3 Градуса Нас Совершенно Это Не Интересует Сейчас Я попросил Людмилу Павловну Переменить Эту Таблицу Но Пока Это Займет Какое-то Время Почему Сейчас Будет Висеть Таблица С Дикарбоновыми Кислотами Дело В том Что Некоторые Дикарбоновые Кислоты Надо Знать По Названиям Обязательно И Сейчас Вы Увидите А Мы Пока Будем Говорить О Свойствах Дикарбоновых Кислот Написали Дикарбоновые Кислоты Дикарбоновые Дикарбоновые Кислоты Дикарбоновые Продолжение следует... Прежде всего нас интересуют свойства. Какие свойства можно ожидать у дикарбоновых кислот? Значит, на 80%, а может быть на 90%, а как посчитать, я не знаю, как это считать, свойства дикарбоновых кислот, такие же, как у монокарбоновых кислот, а именно, они имеют подвижный водород, они могут реагировать по альфа-положению, они могут замещать гидроксильную группу, они могут восстанавливаться, они могут там галогенироваться, давать, допустим, альфа-галоген производный. И эти пять свойств, которые вы помните с первой лекции, мы разбирать сейчас не будем. Что их разбирать? Мы будем говорить только о тех свойствах, которые отличают дикарбоновые кислоты от карбоновых. А также мы поговорим о том, как получают дикарбоновые кислоты. Итак, именно для этой цели я написал четыре представителя самых важных для нас дикарбоновых кислот. Значит, пока, даже очень хорошо, пока таблица вешается, поднимите руку, кто знает, как это называется. Отлично, как это называется? Так, малоновая, сейчас увидите, как это называется. Слушайте, ну это вчера было сто раз, мы у нее вспоминали. Почему рук так мало? Так, почему рук мало? Ну, давайте, давайте, давайте. Ну что, вот. Это как? Это четверка, как это называется? Адипиновая. Вот. Сейчас, пока мы напишем, как их получают, значит, для чего. Естественно, химик, студент, закончивший химфак, не будет в лаборатории получать ни одну из этих кислот для работы. Он их купит. В крайнем случае, в хозяйственном магазине купит адипинку. Продается, кстати, иногда в хозяйственных магазинах, не знаю, как сейчас, там, щавелевую кислоту. Вот. Но химик, студент, который сдает экзамен, должен представлять, из чего это все делается. Поэтому сейчас по одному-два метода я напишу, исключительно для первого экзамена, или для калеквима, или для контрольной, если что-то понадобится, как делается щавелевая кислота. Вот есть такой способ, CH2OH, CH2OH, окисление, и получается щавелевая кислота. В качестве окислителя используется HNO3 разной концентрации, или HNO3 ванади 2О5, или О2 ванади 2О5. Что я могу сказать про окисление любым из этих реагентов? Кроме того, что так можно сделать, я не могу ни на механизм нормальный написать. Механизмы реакции окисления очень сложны, и разбирать нам здесь нечего. Поэтому щавелевую кислоту можно получить окислением этиленгликоля. Но вот сейчас я вам метод напишу, который будет для большинства неожиданный. Когда я его первый раз увидел, тоже был неожиданный. Если взять натрий, О, О, С. Что это? Формиат. Вернее, так, не сюда. Нагрели, получили натрий, О, С, О, С, О, О, натрий. Нагрели формиат натрия, получили оксалат натрия. Кстати, соль оксалатой. Ну, соответственно, выделился водород. Вот. Не очень такой обычный, да, так придумать сложно. Ну, а как делать формиат натрий, я, по-моему, писал вчера. Почему не киваете? Писал. Так. Малоновая кислота. Давайте здесь напишем. Взяли хлоруксусную кислоту или хлоруксусный эфир. Плюс калий-ЦН. Получили циануксусный эфир. Его прогидролизовали. Получили малоновую кислоту. H2SO4 гидролиз. Кстати, гидролиз нитрилов идет намного легче, если есть соседние какие-то функциональные группы, особенно которые могут оказывать какое-нибудь нуклеофильное содействие. Мы с этим будем встречаться. Взять ацетонитрил, замучаетесь, его гидролизовать в уксусную кислоту. А возьмете какой-нибудь с функциональной группы, намного легче. Итак, это, 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 это. И это из чего получается? И это получается из ангидрида. Ангидрид из чего получается? Ангидрид получается вот из такого ангидрида. Я только забыл, как он называется. И если кто-то подскажет. Вообще видели раньше такой? Малиновый ангидрид. Получают, между прочим, оксилением бензола, кислородом на ванаде 2О5. Я напишу только БЗВ, так, для краткости. О2, ванаде 2О5. Так, с янтарной разобрались, с цитипиновой. Значит, я немножко сейчас вот искусственно выберу способ подлинней. Из бензола. Стадии, которые я сейчас напишу, они, может быть, даже излишни. Из бензола циклогексан, а из циклогексана окислением циклогексанон. А из циклогексанона, отлично, в лаборатории, азотной кислотой, получается адепиновая кислота. Значит, для чего я вот эти стадии написал, в общем, немного лишнее. Дело в том, что столько бензола, сколько в промышленности получается, не очень нужно. А циклогексан и циклогексанон в особенности нужен намного больше, чем бензол. И вы помните, для чего циклогексанон нужен? Вы помните, для чего циклогексанон нужен? Чтобы сделать из него оксим. А из оксима сделать перегруппировку Бекмана. А из перегруппировка Бекмана октам, а там капрон и так далее. Это намного больше. Причем капрон уже сейчас, может быть, не столько для одежды используется, сколько в технических целях, там трубы какие-нибудь. А синтез... Вот вы все примерные студенты, и я думаю, у вас не будет проблем, чтобы вовремя сделать практику. Ну, представьте себе, причем примерные, потому что ходите уже третий день подряд. Ну, представьте себе, вы заболели, вот надо выполнить какое-то количество задач. Времени мало, можно попросить задачку, которая у преподавателя, которая формально задача, но делается там за два часа. Циклогексанон, азотная кислота окисляется, значит, делается это так. Берется азотная кислота, нагревается до кипения, и туда по одной капле, очень медленно, капают циклогексанон. Он моментально окисляется, при этом огромное количество выделяется NO2, а в холодильнике появляется какая-то жидкость темно-синего цвета, типа чернил. Что это? Это N2O3, продукт восстановления азотной кислоты синего цвета, N2O3. Вот. И поэтому делается это за два часа, выделяется за два часа, и если вы отстаете, говорите, а нельзя ли мне сделать, чтобы побыстрее, но чтобы формально все было, а дипиновую кислоту. Так. Поговорили про дипиновую кислоту. Конденсация Дикмана. Давайте ее сейчас напишем. Конденсация Дикмана. Этил, ООЦ, CH2, 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 COO, этил. Этил, ОО, натрий, сухой, или натрий, мет, мелкодисперсный. Сложная эфирная конденсация с участием диэтиладипата приведет к образованию. Вот чего. Пардон, пардон, пардон. Скорей, скорее, скорее. СОО, этил. Механизм. Этилад дает анион. Раз, два, три. СОО, этил, ООО. И этот анион присоединяется сюда по карбонильной группе. Уходит этилад. И происходит конденсация кляйзена, которую я очень подробно разобрал вчера, но на примере этилацетата. А на примере диэтиладипата она даст вот такой продукт. Здесь еще остается один H. То же самое нам нужно сместить равновесие. Взять либо эквивалент этилата натрия, чтобы сместить равновесие, либо вообще брать натрий металлический. В практикуме пропись именно с натрием металлическим. Разложить кислотой, получить такое соединение. Называется этоксикарбонилциклопентанон. Два этоксикарбонил. В старых книгах называли два карбэтокси. И ваши преподаватели наверняка будут называть, как они привыкли. Вот я, например, называю, как я привык в школе, хворное железо, хвористое железо. Для меня как-то это хворит железо 2, хворит железо 3. Поэтому, если они назовут карбэтоксистриклопентанон, это старое название. А так и токсикарбонил. Это конденсация Дикмана. Конденсации Дикмана можно сделать только 5, 6 и 7. Это членные продукты. Вот 5. 6 это надо взять следующую, там, пемелиновая, по-моему, кислота следующая. И 7 это, значит, надо взять, вмоему, пробковая. Вот они. Кстати, обратите внимание на название дикарбоновых кислот. Они, по большей части, тривиальны. Но ЮПАК допускает. Значит, совершенно железно вам надо знать щавелевую, малоновую, энтарную и адипиновую. Глутаровую. Тем, кто на ХПС, это вообще, и вообще в той части работает, с биохимией. Тоже надо, конечно, знать. Ну, а вот эти, пемелиновая пробка, это уже не обязательно. Значит, почему образуются только такие циклы, я вчера объяснял. Ну, значит, конденсация Дикмана вам рассказал. Оксикислоты. Значит, синтез альфа-оксикислот. Вообще, понимаете, какая вещь. У нас вот отдельного, я вам честно скажу, отдельного вопроса в билетах нет. По оксикислотам. Но они постоянно попадаются в задачах. И вот смотрит человек вот на такое соединение, получает задачу, смотрит вот на такое соединение, которое ему надо получить. Миндальная кислота, кстати. И как его получить? Жалко, что только вчера была у нас пятиминутная контрольная работа. Можно было бы дать на следующую. Ну, теперь же все. А получить элементарно. Бензальдегид плюс калий-ЦН при PH примерно 8-9. Ну, H-ЦН обязательно должен быть в равновесии. Или должен быть H-ЦН плюс калий-О-Аш, каталитическое количество. В общем, слабо-щевощная среда, но чтобы был обязательно протон, который закроет. Значит, здесь будет циангидрин, CH-ЦН, О-Аш. Циангидрин можно прогидролизовать. И это как раз тот самый случай, когда можно прогидролизовать, не разрушив циангидрин, не сдвинув реакцию в обратную сторону. И сделать это легче, чем если бы был просто нитрил. Из-за содействия гидроксильной группы. Вот вам фактически, он здесь способ номер 2, циангидринный синтез. Давайте напишем 1. Циангидринный синтез. И 2. Это гидролиз альфа-хвор. МН или Р, натрий-О-Аш. Хвор здесь подвижен по сравнению с обычным хлористым метилом. Более подвижен, ну, в тысячу, в десять тысяч раз примерно. Намного более подвижный хлор. Это было в теме нуклеофильное замещение. Давайте я напишу. Синтез бета-оксики свод. А здесь мне даже реакции писать не хочется. Почему? Потому что альдоли знаете, как получать? Альдольную конденсацию знаете? Там альдегидная группа есть? Окислить можно? А почему вы так брови скинули? Что нельзя окислить альдегидную группу? Можно. Можно. Так, напишите. Окисление альдоли. Восстановление бета-кетокислот. Я вам хоть один способ синтеза эфиров бета-кетокислот когда-нибудь давал? Да. Когда? Вчера и только что. Вон он, Дикман. Между прочим. Бета-кета-эфир. Вот он. Значит, восстановить можно? Можно. Писать надо? Мне кажется, не надо. Я просто хочу кое-что успеть еще сегодня. Вот. Реакцию реформатского еще раз повторять надо? Нет. Тут все согласны, железно. Присоединение воды к альфа-бета-непредельным соединениям надо писать? Значит, писали вот в таком виде. И достаточно. Синтез гамоксикислот. Гидролиз гамма-лактон. Кстати, что такое лактоны? Гамма-бутира-лактон. Это внутренний эфир. Гамма-окси-масляной кислоты. HO-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH. Если взять гамма-окси-масляную кислоту где-нибудь, нагреть, она возьмет сама, отщепит воду, минус H2O, превратится в гамма-лактон. Если гамма-лактон взять, прогидролизовать, H2O, OH-, он превратится в гамма-окси-масляную кислоту. Остается только вопрос. Ключевой гамма-бутира-лактон, как его там, допустим, сделать? Значит, есть промышленный способ окисления тетрагидрофураном на катализаторе. Окисление, катализатор. Каталитические реакции ввиду сложности механизма мы не рассматриваем. Здесь, ну вот, сделать легко. Очень дешевый растворитель, хороший растворитель, но попадает в список прекурсоров. Поэтому в Краснодаре какой-то парень себе купил, что-то он там делал, патент какой-то получил даже, и закупил в Китае бутер-лактон. Ему разрешили закупить, потом бутер-лактон к нему пришел домой, и тут его таможня взяла, и хотели дать ему вообще два года, но тут поднялась компания в защиту, потому что у парня патенты, парень работает. А его там в Краснодарском крае хотели посадить. Ну, вроде бы отстояли. Свойствок сикислот. Р-Ц-А-Ж-О-А-Ж-Ц-О. Ну, пусть это будет... А, пусть. Ц-О-О-А-Ж. Значит, реакции оксикислот вот с этими реагентами, которые здесь написаны, мне даже не очень удобно разбирать со студентами-химиками третьего курса, потому что, ну, по-моему, и так понятно, какие из этих двух функциональных групп будут реагировать с какими реагентами. И поэтому уж точно писать я ничего не собираюсь. Вот. Но для того, чтобы не говорить в холостую, ну, давайте все-таки хотя бы проговорим устно. Сколько функциональных групп вот в этой молекуле будет реагировать с натрием? Две. Отлично. С натрию АЖ. Отлично. С НН-3. Одна. С Ажбром. Какая? УАЖ. Отлично. С П-ХОР-5. Обе. С ЭТИ-УАЖ. Ну, одна. Одна. Ну, а как ЭТИ-УАЖ будет с гидроксилом реагировать? Только сложный эфир будет. А с уксусным ангидридом? Да нет. Значит, уксусным ангидридом сначала с ним, конечно, будет реагировать гидроксил. Получаться эфир. А если вы хотите с уксусным ангидридом сделать ангидрид вот этой кислоты и будете сильно греть, ну, тогда в определенных условиях можно так сказать. Ну, вот. Поведение оксиокислот при нагревании мы сегодня рассматривать не будем. У нас будут аминокислоты. Они ведут себя при нагревании точно так же. Два раза тратить на это время ни к чему. А я хочу все-таки дальше перейти. Жирные кислоты. Жирные кислоты. Это... Допустим, С... А, тут нет. С17, H35, СООН, стеариновая кислота. С15, H31. Значит, всего С18, да? С16. Пальмитиновая кислота. Это насыщенные кислоты. Но самое интересное для нас представляет... Вот то, о чем поговорить сейчас. Это ненасыщенные. СН9, СН10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Это я атом углерода так рисую. Вот это связь СИС. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, СООН. Значит, если принять, что я под этими номерами имею в виду СН2 группы, то какая это кислота? Алииновая. Это алииновая кислота с СИС расположением, с СИС конфигурацией вот этой двойной связи. Нормально? Вот в таком виде я написал для экономии, чтобы не выписывать CH2, CH2. Нормально? Нормально. Если у нас будет кислота вот такая. 9, CH10, CH2, CH, CH, СИС, СИС, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, а здесь CH2 в семеро СООН, это будет кислота линолевая. Дельта 9, 9, 12, дельта двойная связь, 9, 12, линолевая. Ну, сами написали. А если у нас будет CH, CH9, 10, CH2, 11, CH, CH, 12, 13, CH2, 15, 15, CH2, CH3. Три двойных связи, все ЦИС, 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 CH2, СООН, это кислота линоленовая. Кто из каждого утюга слышит, ну, я имею в виду телевизор, утюг, там еще какие радиоточки есть, про рекламу омега-3 кислот. Что, так мало? По-моему, постоянно. Вот омега-3 кислоты, вот вам омега-3 кислота, это значит, у нее двойная связь находится у третьего с конца углеродного атома. Вот линоленовая кислота, это омега-3 кислота. Эти кислоты, вот эти две, вот это и это, они являются незаменимыми жирными кислотами, они необходимы для организма, и они не синтезируются в организмах козлов и людей. Ну, я козлов имею в виду животных. Поэтому им надо где-то это получать. Они жизненно необходимы для организма, потому что из них, вот из линолевой кислоты в организме получается вот какая кислота, COH, CH2 втрое, CH, CH, 5, 6, CH2, CH 7, 8, 9, SH2, 10, CH, CH 11, 12, 5, 8, 11, CH2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Кислота С20 содержит двойные связи 5, 8, 11, 14. Это называется арахидоновая кислота. Вот арахидоновая кислота, она может в организме синтезироваться. Она в небольших количествах содержится в орехах, в сале, между прочим, в свином. И она жизненно важна для нашего организма. Я надеюсь, еще сегодня я успею рассказать, почему. Но прежде чем я расскажу про арахидоновую кислоту и для чего она нужна, обратите внимание на эти двойные связи. Здесь нет сопряженных двойных связей. Если когда-то вам надо будет кому-то объяснить, рассказать, нет, все разделены вот здесь, CH2 группой, в том числе и здесь. Четыре двойных связи. Арахидоновая кислота. Итак, прежде чем рассказать, для чего она нужна, я скажу, что все жирные кислоты в организме делаются, можно так сказать, из фрагмента уксусной кислоты, а если сказать точнее, из ацетилкоэнзима А. Ацетилкоэнзим А – это вот что? Ацетильная группа С. А это, знаешь, что такое коэнзим? Коэнзим – это вещество относительно несложной структуры, ну, если можно сказать про это, которое необходимо для правильной работы ферментов. То есть вот фермент – это катализатор белок, но он не работает без коэнзима, без какого-то низкомолекулярного соединения, которое помогает ему выполнить функцию. Классическими коэнзимами являются витамины. Они нужны нам для того, чтобы участвовать в ферментативных реакциях и чтобы фермент мог работать. Значит, ацетилкоэнзим А надо запомнить формулу. Я сейчас напишу, в каком виде. Ацетил С коэнзим А. Вот в таком. Это не надо. Все жирные кислоты делаются в организме из ацетилкоэнзима А, а поэтому все жирные кислоты в организме имеют сколько атомов углерода? Четное количество. 2,2, 2,2 и так далее. Здесь 2. 20, 18, полиметиновая. Более того, если вы будете есть жир, а там нечетное количество, то это будет плохо, потому что когда будет идти окисление, жир опять будет превращаться в ацетилкоэнзим. Когда останется один углерод, что это будет? Формальдегид или муравьиная кислота совершенно не полезна для организма. В клеточках, если там будет. Поэтому жиры с нечетным количеством, они, так же как спирты с нечетным количеством углерода, намного более токсичны. Простагландины. Биологически активные липиды, производные гипотетической простановой кислоты. Я лучше сразу формулу покажу. Вот за открытие простагландина. Значит, что такое простагландин? Длинная кислота. Поверьте мне, что это С20. Там есть карбоксильная группа, там есть в каком-то количестве расставленной гидроксильной группы, где-то двойная связь и пятичленный цикл. И если вас когда-то спрашивают, что такое простагландин? Формулу простагландинов, я не знаю, тот, кто с ними работает, он помнит формулу простагландинов? Я точно нет. Надо только иметь понятие, что такое простагландины. Жирные кислоты, есть двойные связи, есть пятичленный цикл, есть гидроксильные группы. Они играют очень важную роль в организме человека. Я назову три. Самых недаром Нобелевскую премию дали. Кстати, вот как они получаются из арахидоновой кислоты. Вон она, С20, видите? И вот она складывается с помощью ферментов разным образом. Получаются разные простагландины, они даже обозначаются там F2, там какое-то название, там вот PGG2 и так далее. Роль простагландинов, и на этом мы сегодня закончим. Первое. Регуляция свертываемости крови, регуляция ответа организма на воспаление и регуляция фертильности, то есть зарождения плода. У кого-нибудь когда-нибудь была высокая температура? Была. Это у вас образовывались простагландины для защиты организма, но при этом образование простагландина ввело к повышению температуры. Что пьют обычно, чтобы температура понизилась быстро? Аспирин всегда пили и пьют. А это разные варианты уже. Самый главный – это аспирин. Аспирин – ингибитор синтеза простагландинов. И когда Байер изобрел, ну на фирме Байер изобрели аспирин, это было больше 150 лет назад, они этого знать не знали. Они знали, что аспирин снижает температуру. Он снижает температуру, потому что он ингибирует синтез простагландинов. Первое. Второе. Кто-нибудь когда-нибудь летал в самолете по 9-10 часов там летали. Ноги отекают, кровь застаивается, и вообще нужно пить вещества, разжижающие кровь. Хорошо, по-другому вопрос поставим. У кого-нибудь болела голова утром, 1 января там или в какой-нибудь день после праздника? Руки почему-то не поднимают, но мне кажется. Значит, алкоголь приводит и продукты окисления алкоголя к загущению крови. Аспирин эту кровь разжижает. Он препятствует свертываемости крови. Если в следующий раз полетите, ну, может быть, не в ваши там 23 года, а, допустим, вам будет 50-60. Вот я летаю, я перед каждой поездкой принимаю аспирин. А что вы смеетесь? Чтобы разжижать кровь, чтобы не было тромбов. Это второе. И третье. Это регуляция того, как прилипает оплодотворенная яйцеклетка к стенке матки. Вот три важных функции. На этом я сегодня заканчиваю. И мы практически карбоновые кислоты закончили. Осталась мелочь. Благодарю за внимание.